Привет, вы на Ньюсейдере, я Александр Кушнарь, у нас 20 октября. 18 октября Соединенные Штаты провели испытания на ядерном полигоне в штате Невада. Испытание носило подземный характер, не ядерный и, самое главное, тестовый. США взрывали не атомную бомбу, они взорвали специальный фугасный снаряд. Он выделил определенные химические элементы при взрыве, а американское оборудование обнаружило эти элементы. Задача этого теста заключалась в том, чтобы узнать, насколько хорошо вот это американское оборудование выявляет подземные ядерные взрывы, где бы то ни было, на всем земном шаре, под землей, на территории за пределами США. Совершенно понятно, чего добиваются США. Они совершенствуют свою методику по выявлению ядерных взрывов, которые проводят страны изгоя. Но, что очень важно, это испытание на ядерном полигоне в штате Невада США провели через несколько часов после того, как Госдума России одобрила в третьем чтении специальный законопроект о выходе России из договора о проведении ядерных испытаний. Сейчас этот законопроект направлен в верхнюю палату российского так называемого парламента. И можно не сомневаться, что Совпет очень скоро уже одобрит этот законопроект, а Владимир Путин, истинный заказчик вот этого вот законопроекта, подпишет его. Для начала разберемся, чего добиваются США. Совершенно очевидно, что они послали России специальный сигнал. Сигнал о том, что Соединенные Штаты имеют возможности и будут совершенствовать эти возможности, которые нацелены на то, чтобы выявлять любые подземные ядерные испытания, которые может провести российский режим. Они показывают России, что они внимательно за ней следят. Они показывают России, что от ока Пентагона не скроется ничего, в том числе даже вот эти вот подземные ядерные взрывы. Достанут в буквальном смысле из-под земли, достанут, оторвут и повесят на вешалку, чтобы другим было не повадно. Ну и конечно же это означает, что как только Соединенные Штаты зафиксируют любое даже приготовление России к подземному ядерному испытанию, США сами перейдут вот эту границу и начнут свои ядерные испытания. Я напомню, что да, Россия ратифицировала договор о запрете на проведение ядерных испытаний, а Соединенные Штаты не ратифицировали. Но при этом ни та, ни другая сторона не проводит подземные, тем более надземные ядерные испытания как раз таки примерно с начала 90-х. Сам этот договор о запрете на проведение ядерных испытаний от 1996 года. Но важно-то, конечно, даже не столько вот эта бумажка и подписи на ней, сколько реальные действия. Так что тот факт, что Россия подписала, США не подписали, ничего не значит. Значит только то, что происходит в реальности. А в реальности российский режим самого своего вторжения в Украину активно угрожает ядерным оружием Соединенным Штатам. То повышая градус этого шантажа, то понижая его. Да, ни одна из этих угроз пока что не осуществилась. Однако мы помним, что в прошлом году, в сентябре, когда Россия начала терять гигантские территории Украины, которые она захватывала и не смогла в итоге удержать, последовали вот эти угрозы, особенно интенсивно. В частности, неоднократно их высказывал Дмитрий Медведев, второй человек в Совбезе России. Но не только он. Сам Владимир Путин тогда пригрозил применить ядерное оружие, если украинская армия и дальше продолжит продвигаться по оккупированным территориям, освобождая их. Так вот, мы понимаем, что эти угрозы совершенно очевидно продолжатся. И тот факт, что Россия сейчас выходит из договора о запрете на ядерные испытания, просто еще один шаг в сторону реализации этих угроз. Соединенные Штаты, как куратор международного пространства, права и безопасности, не могут смотреть спокойно на то, что вытворяет российский хулиган. И, таким образом, мы можем быть уверены в том, что российский хулиган получит ответ. Российскому хулигану это очень не нравится. В российской Госдуме уже отреагировали на проведение американцами вот этих испытаний. То, что я вам сейчас зачитаю, покажет степень деградации российских чиновников. Я цитирую сейчас слова так называемого первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Виктора Володацкого. Итак, он сказал, испытания, вот эти имеются в виду, американские в штате Невада, были проведены в тот момент, когда мы отозвали ратификацию вот этого договора, как показатель того, что Америке все равно, что делается вокруг. Все равно на то, что мы обращаемся ко всему миру, говоря о том, что мы сдерживаем попытки развязать ядерную войну, третью мировую войну. А США показывает всему миру, что плевали они на него, на все народы, на все страны. Главное, как им выгодно, им удобнее и понятно. Не только правильное это решение, имеется в виду о выходе России из договора на запрет ядерных испытаний, но это нужно было сделать еще раньше, потому что Америка это государство-террорист, государство-шантажист. Оно на все это закрывает глаза на мировую общественность, оно делает свое дело, заявил депутат, который по стилю высказывания, по построению речи, по уровню мышления больше похож на какую-то бабушку, с семечками возле подъезда. Уровень, надо сказать, ну, мягко говоря, человека, не закончившего среднюю школу. Высказывается коряво и непоследовательно. Но, тем не менее, в этой галиматье можно все-таки услышать то, что красной линией проходит через всю российскую пропаганду. А красная линия здесь заключается в следующем. Это то, что мир в головах представителей российского режима перевернут с ног на голову. То есть, вот конкретно в этом высказывании мы слышим, что депутаты Российской Госдумы, да и, очевидно, все остальные представители путинской вертикали, считают не себя террористами, себя, которые угрожают ядерным оружием и на протяжении последних 20 месяцев этой войны, да и на протяжении последних лет, а они считают террористами государство, которое решило заниматься выявлением актов терроризма. Имеется в виду актов подземных ядерных испытаний. То есть, когда вот этот вот депутат говорит, что Америка – это государство террориста, государство шантажист, он на самом деле проецирует. И он говорит о своей собственной стране. Когда он говорит о том, что Россия сдерживает попытки развязать ядерную войну, он говорит как раз ровно обратно, имея в виду, что Россия как раз делает попытки развязать Третью мировую войну. Страна, которая запрещает России гулять по полю и пулять ядерное оружие, это, по представлениям Володацкого, называется, что Америке все равно. Так вот, если бы на самом деле Америке было бы все равно, то она бросила бы на растерзание Украины и позволила бы России бряться ядерным оружием. Володацкого бесит, что Соединенным Штатам как раз не все равно. Итак, мы вступаем в самую настоящую ядерную гонку. Гонку в новой эпохе. Это другая ядерная гонка. Это информационная гонка. Это гонка нервов. Но, тем не менее, рано или поздно эта гонка нервов может вполне перерасти в реальную ядерную гонку. Потому что стоит России провести хотя бы один подземный ядерный взрыв, и он будет зафиксирован Соединенными Штатами. После чего Соединенные Штаты могут показать свою ядерную кузькину мать так, что России мало не покажется. Соединенные Штаты демонстрируют, что они готовы вести эту войну. Ну и это сигнал, конечно, России. Пусть не провоцируют. Потому что очень дорого может заплатить. Потому что в Пентагоне и так внимательно следят, что делают российские ядерные силы. И стоит им только нос высунуть, как может прилететь вполне реальный ответ. Ведь в Соединенных Штатах, возможно, не будут разбираться, Владимир Путин шутит или он всерьез. Там не станут рисковать. Там просто ударят по путинскому бункеру и вынесут Путину его мерзкие сгнившие мозги. Вместе с мозгами таких, как Медведев, Володацкий, ну и прочих военных преступников. Они играют с огнем, эти военные преступники. И Соединенные Штаты показывают, что они готовы в любой момент, если понадобится, стать пожарными, которые потушат этот самый огонь. Спасибо, друзья. Я напоминаю, что мы ведем сейчас восьмой по счету сбор на новую серию дронов Дора и Вака для сил специальных операций Украины. Если вы хотите помочь им, вы можете сделать это, переведя средства через те ресурсы, ссылки на которые вы найдете в описании к этому видео. PayPal, банковский счет и европейская банковская карта. Низкий поклон всем, кто помогает. Ваша помощь спасает жизнь. До скорого. До скорого.